ЗВОНОК В ДВЕРЬ Нефть в обмен на траву. Новая межправительственная программа России и Афганистана. Ждем подобных программ с Аргентиной и Колумбией. Армяне поймали в Монако Киркорова и обнаружили, что у него отсутствует одна из частей тела. Ну и то, чего многие ждали от нас – российская оппозиция. Как и почему лучшие люди страны помогают Путину быть вечным. В хронике российского угара и трэша. Менты начали водить арестованных не просто в наручниках, а в кандалах. Полюбуйтесь. И ладно, если бы это были лютые ганнибалы-лекторы. Нет, это обычные мелкие воришки. Пятерку увели у знакомого. Раз уж рашен-полицай твердо решили возвращаться к скрепам и вернули старые добрые кандалы, попробуем угадать, какие еще могут вернуться надежные инструменты древнерусских мусоров. Например, был такой снаряд под названием «Дыба». На ней растягивали суставы и разрывали связки. Когда увидела это фото, сначала не могла понять, что же мне это напоминает. А потом, как поняла. Или вот еще вторая по популярности пытка на Руси – батаги. Задержанного клали на землю лицом вниз. Один человек садился ему на шею, другой на ноги, блокируя любое движение. Палачи брали по два прута и избивали человека по спине до тех пор, пока он не признавался, что работает на штаб Навального. Ну или в чем-то подобном. А в этом устройстве зажимали пальцы и выдирали ногти. Такой себе маникюр, конечно. Армяне подловили Киркорова в Монако, а украинцы в Лас-Вегасе. И обеим группам было отчетливо ясно, что у самопровозглашенного короля Роспопса отсутствуют яйца. Ничего не скажешь, да? Вот он. Он прям за тебя, мальчик, ты посмотри. Как видите, Бедросыч не нашел в себе мужества хоть что-нибудь ответить людям. Ну да, это ж тебе не Путину, в Сирии надо петь. Нам сейчас как никогда важно сплотиться. Вместе мы огромная сила. Ну и что-то мне подсказывает, что кто-то из этих негодующих людей, встречающих Филю, уже отправил куда надо письмо о необходимости включения этого ватника в санкционные списки. Ну а что ты хотел, родной? И европейскую рыбку съесть, и на путинский прикорм сесть? Нет, тут надо выбирать что-то одно. В нехорошую историю попала самая красивая, на мой взгляд, из всех лидеров стран за всю историю планеты, премьер-министр, или как правильно, премьерка-министрка Финляндии, в общем, глава правительства этой страны, Сана Марин, оказалась главной звездой хоум-видео, которая какой-то козел слил в интернет. Мы видим на записи шумную компанию, которая адски жжет и, очевидно, мне кисло прибухивает. Но это все ладно. В разгар веселья кто-то отчетливо произносит слова «мука» и «мучная банда». На финском языке это значит примерно то же, как если бы на отжиге нашего Мишустина были бы слышны крики «кокосик», и вот мы обдолбались. Санна сразу признала, что да, вечеринка была в нерабочее время, имея, мол, право, видосов выкладывать не планировала. А что до муки, то лично она, мол, ничего не долбила и типа даже не видела, чтобы кто-то это делал. Но финская общественность объяснением не удовлетворилась. В стране премьерку-министрку любят, но это не помешало народу потребовать, чтобы она прошла тест на наркоту, что она и сделала. Результаты объявят через несколько дней. Кстати, остальные участники вечеринки тесты делать не собираются, а такие вот двойные стандарты. Это не первый скандал с Анной Марин в Финляндии. Там все-таки тоже есть недалекие консерваторы, которые никак не смирятся, что три года назад красивая 34-летняя девушка заняла высший пост в исполнительной власти страны. И постоянно ее шпыняют то за пост с кормлением грудью, то за вот этот невинный пиджак на голое тело, то за слишком сексуальные леггинсы, как на этой фотке. Еще надо заметить, что Санна Марин воспитывалась в радужной семье, то есть у нее были не папа и мама, а две мамы. Но этот факт в Финляндии уже никого не беспокоит. В этом смысле они давно слезли с дерева. Хотела я вот сейчас сказать, эх, нам бы такую премьерку, а не вот это вот все. А потом вспомнила, что наши, кстати, умеют плясать не хуже, чем Санна. Так что, пожалуй, в Финляндии мы не уступаем. Жалко только в танцах. Мы не будем танцевать релические танцы, ты в танцах. Кстати, очередным продвинутым государством, которое может возглавить молодая женщина, может оказаться, вы не поверите, Северная Корея. Там уже вторым по влиянию политиком страны является родная сестра Ким Чен Ина, которую зовут Ким Ё Джон. У нее миллионы фанатов по всему миру, которые называют ее «секси-диктатор» и похотливо разглядывают многочисленные анимешки с ней в главной роли. А в КНДР тем временем поговаривают, что Ким Чен Ин скоро скажет, что он устал и мухожук. Я ухожу. Тогда-то ядерной кнопкой завладеет эта горячая штучка. Правда, ничего хорошего миру это не обещает. Ким Ё Джон, хоть и выглядит хрупкой дамочкой, играет в Северной Корее роль типа нынешней Медведевской. Она хамит лидерам других стран. Вот и буквально на днях она вербально практически изнасиловала президента Южной Кореи. «Заткнись, несешь вздор, наивный простачок, судьбу не меняют на кукурузный пирог». Так она ответила на предложение южнокорейского лидера отказаться от ядерного оружия взамен на экономическую помощь. То есть эта девушка убегать от оппонентов, как наш Киркоров, явно не будет, а будет и дальше пугать весь мир своей ядерной боеголовкой, как и все ее предшественники-мужчины. Продолжает размахивать своей боеголовкой и наш Медвед. Шутки шутками, а его быдланское поведение, похоже, снова делает из него человека номер два в путинской иерархии. Его королевское величество, бесподобный король Джулиан XIII, самопровозглашенный, властелин Лемуров, ура! Посмотрите еще раз внимательно на это видео. Это Медведев прилетел на президентском вертолете на российский военный форум. Ну это где Шойгу гордился сотрудничеством с Конго и Угандой, кажется. Мы позвонили в Москву и нам рассказали по секрету, что решение именно так круто обставить поездку Медведа принимал лично Путин. И что для показа этих явно президентских почестей был ангажирован чуть ли не весь путинский пул средств массовой информации. Бурунди, Гвинейской республики, Камеруна, Мали, Судана, Уганды, Чада, Эфиопии, Южноафриканской республики. Мы ценим вашу поддержку и намерены наращивать сотрудничество. Так что рановато многочисленные эксперты списали Медведева со счетов. Да, он вел себя как клоун и нес милитаристскую ахинею, превратившись из надежды либералов в дворового гопника, которому мир относится несерьезно. Но вот у меня к вам вопрос. А надо ли Путину, чтобы к его возможному преемнику в России и мире относились серьезно? Нет, конечно. По кремлевским коридорам ходит сейчас такая конспираси. В 2024 году Путин уходит с поста президентом. Вы же помните, да, что когда в России менялась конституция, там как опцию для царя прописали должность главы госсовета, который запросто может при желании стать реально главным руководящим органом страны. А декоративный президент Медведев, как раз возможно, будет ездить по миру, извиняться за свой мат-перемат времен войны с Украиной и пытаться снизить санкционное давление. Президент же как бы новый и надо начать очередную перезагрузку, которую как-то Медведев миру уже объявлял, когда в прошлый раз сторожил президентский портфель Путина. Однажды мир уже согласился поиграть в такую игру. Медведева все воспринимали, как будто бы он настоящий руководитель России. Но когда дело доходило до серьезных вопросов, Дима честно говорил, как на, например, вот этой случайной видеозаписи Бараку Обаме. Старина, я передам Владимиру и сообщу тебе, что он решил. Сейчас многие сморщатся, типа, ну как может царь снова уйти на вторые роли, когда у него есть возможность и дальше быть на первой? Как он может поставить пусть и на номинальный трон человека, который превратился в клоуна? Но цари вообще обожают клоунов и не боятся вторых ролей. Вы знали, например, что даже Сталин формально не был главой государства, а был таковым благообразный старичок Калинин. А еще у Сталина тоже был дежурный клоун Никита Сергеевич Хрущев, которому вождь, говорят, мог подложить по задницу торт, а потом велеть в таком виде плясать ГПК. И Хрущев плясал, и очень зажигательно. Правда, когда Хрущев сменил Сталина, то, если помните, вынес того из мавзолея и объявил об избавлении от культа его личности. Ну что ж, если и наш клоун сделает что-то подобное, будем только рады. Частым собеседником российского президента стал Кеммэмжимэшимэш и Кеммэмжимэм, а также Казамжами, Каммэш, ну и Кеммэлжамартюш, конечно. Этот набор звуков — четыре разные попытки Путина назвать президента Казахстана по имени-отчеству. Президент Казахстана Кеммэльевич Токаев обратился к Кеммэмжимэмчу, выступал и... Зовут главу Казахстана Касым Жомарт Кеммэльевич Токаев. Вроде ничего особенного, да? По этому поводу обитатели Кремля придумали красивую историю, что, мол, таким образом Путин указывает строптивому собеседнику, который не хочет признавать действия России в Украине чем-то пристойным, его низкий социальный статус. Ну, типа, ты там, это вот, чуркобес, а я глава великой державы. На самом деле, как мне кажется, все гораздо проще. Никакой изощренной дипломатии тут нет. Посмотрите, как Путин, вообще-то, очень старается вспомнить имя собеседника. Казахстана Кеммэльевича Токаева. Но память просто подводит дедушку, и он говорит, ну, что-то похожее на его имя. Но если с именами, типа, Иван Иванович такое прокатывает, то с косым Жомар Кеммэльевичем Токаевым получается лажа. У меня, кстати, дед примерно в том же возрасте тоже путал имена своих многочисленных внуков, и с пятого раза вспоминал, например, мое, мудреное для старого башкира имя, и называл меня все равно на свой лад там как-то. Ну, а Путину уже точно так же тяжело произносить казахские имена. Просто он уже старенький, отдыхать ему уже пора. По сообщениям из Казахстана, Токаев реально уже в бешенстве от нежелания или неумения российского визави сосредоточиться, наконец, и выучить его ФИО. Это выглядит нелепо, но токаевское прохладное отношение к России обусловлено в значительной степени этими путинскими камажимощимощами. В общем, дорогой Владимир Владимирович, вы бы подобрали уже кого-то помоложе. Медвед вон лапой бьет. Патрушев-младший готов тоже сделать вас мухожуком. Чего мучить-то себя и все остальное население планеты Земля? Ну, а пока Путин безуспешно учит имя-отчество казахстанского президента, Россия успешно развивает сотрудничество с афганскими талибами, наркоторговцами и террористами, каковыми их признает весь мир, включая, кстати, и саму Россию. Вот смотрите, новость о серьезной межправительственной программе России и Афганистана, которую можно было бы условно назвать трава в обмен на нефтепродукты. Ну, мы им нефть, а не нам там траву и что у них еще есть? Может, еще мак для булочек? Вспоминая новость о том, как пару лет назад из Аргентины возили сотни килограммов дури дипломатической почты, что-то мне подсказывает, что под видом замечательной программы с афганцами наши доблестные чиновники снова завезут в Россию немало разной отравы. В Вильнюсе через несколько дней откроется Конгресс Свободной России. Там в очередной раз соберется много ярких представителей российской оппозиции. Путин — это человек с сильным характером. Царь православный! Боже! Царя храни! Не-не, господин режиссер, мы говорим не об этих замечательных подотделах администрации президента России. Один из этих верных солдат Старой и Лубянской площадей вообще уже закончил карьеру по естественным причинам. Мы говорим о настоящей оппозиции, выдавленной в России полностью за рамки нормального политического процесса, выборов, агитаций и вот всего такого. Настоящие оппоненты власти или сидят по тюрьмам, или вынуждены были уехать за границу. Это, без преувеличения, лучшие люди страны. Самые яркие и смелые ученые. Политики, писатели, журналисты, актеры, режиссеры, есть даже чемпион мира по шахматам. Но почему-то все они оказывают крайне незначительное влияние на 145 миллионов граждан России. Это странно. Странно еще и потому, что в век интернета у российских оппозиционеров есть возможность напрямую говорить с электоратом. Посредники вроде Останкинской телебашни давно утратили свое прежнее значение. Десятки миллионов людей регулярно следят за соцсетями антипутинских сил, которые очень активны в своих медиа. Но почему же их мнение никого ни в чем не убеждает? Почему они не способны спровоцировать в России сколько-нибудь заметное в масштабах страны конкретное действие? Или хотя бы навязать значительной части населения мнение, отличное от тезисов официальной пропаганды? Как политехнолог в России я работал с совершенно разными политическими силами. И с провластными, и с оппозиционными. И чаще всего я видел тот результат, что сторона, которая готова принять на свою сторону игрока с другой стороны, оказывалась победителем. Это связано с тем, что люди делились своими знаниями, опытом, пониманием методологии и стратегического планирования оппонента. Почти все яркие представители этой самой свободной России многократно публично выясняли отношения с себе подобными. С общественными деятелями, которые, казалось бы, имеют очень схожие с ними взгляды на власть и на жизнь. Российский писатель и публицист Станислав Белковский считает, что российские оппозиционеры перманентно выясняют отношения друг с другом и никого не пускают в свой круг, потому что они сами не верят в собственный успех, который им на самом деле и не очень-то нужен. А главный смысл активности большинства из них в том, чтобы на каких-то условиях, на хороших желательно, договориться с Путиным, без которого свое существование они не смыслят. Мы пообщались со Станиславом пару часов назад, и вот что он нам сказал об этом. Российская оппозиция на бессознательном уровне не верит в собственный успех. То есть на словах-то она много лет произносит, что кововый режим Владимира Владимировича Путина вот-вот падет. И часто делит власть, уже составляет списки будущего кабинета министров, особенно это было популярно в период президентства Дмитрия Анатольевича Медведева, когда было ясно, что вот-вот Медведев уволит Путина и назначит Михаила Михайловича Касьянова премьер-министром. Это было совершенно очевидно, и, так сказать, все оппозиционеры записывали себя в члены этого кабинета, выдумывая даже специальные должности, поскольку оппозиционеров много, а должностей мало. Помните, была такая хорошая шутка, почему нельзя поделить все на всех, потому что всего мало, а всех много. Сознательном уровне классический российский оппозиционер знает, что а. он не возьмет власть, б. ему власть не нужна, в. смысл его оппозиционной активности в том, чтобы на определенных условиях продаться Кремлю. Это, разумеется, относится далеко не ко всем оппозиционерам. Я не всех подвожу под одну гребенку. И те люди, которые сегодня сидят под тюрьмом, конечно, к ним это не относится. Иначе бы они там не сидели. Но, в принципе, классический российский оппозиционер – это именно оно, как бы договориться с Путиным. Поскольку Путин это прекрасно знает и понимает, он ни с кем договариваться не собирается. Но оппозиционер делает вид, что этого, в свою очередь, не понимает. При этом Белковский оговаривается, что есть и исключения, реальные бойцы. Но такие люди при Путине сидят по тюрьмам. Самое яркое исключение, безусловно, Навальный, который вернулся в Россию, понимая, что его там ждет, потому что не хотел, оставаясь в эмиграции, быть тем, кого, как говорит Станислав, называют «через запятую». Алексей Анатольевич Навальный считает себя абсолютно эксклюзивной, исключительной фигурой. Отчасти он имеет для этого основания, безусловно, поскольку то, чего он добился в российской оппозиционной политике, не добился никто. И главное, что он показал, что не нужны никакие иерархии. Никакие ни партии, ни старые заслуги, ни государственные или окологосударственные структуры. Ты приходишь, если ты молод, красив, умен и талантлив, ты быстро создаешь в сети интернет, как это принято говорить у российских законодателей, всю необходимую для тебя инфраструктуру. Получаешь миллионы просмотров и подписчиков и становишься влиятельным политиком. И тебе никто для этого не нужен. А раз тебе никто не нужен был на стадии создания этой инфраструктуры, то тебе никто не нужен и потом. Получается, что должен поделиться своим ресурсом с другими оппозиционерами, у которых этого ресурса нет. Вот. Именно, собственно, Алексей Анатольевич, для него самое главное, это не быть именно эксклюзивным и сделать так, чтобы его никогда не перечислили через запятую с кем бы то ни было. Именно поэтому, во многом, он вернулся в Российскую Федерацию. Не потому, что кто-то его обманул, развел и сказал, что его не посадят. Нет. Больше того, все его соратники, все его друзья и вообще симпатизанты наставили на том, что возвращаться ему не надо, что его обязательно посадят. Да и сам он понимал, что посадят. Иллюзий быть не могло. Может быть, у него были иллюзии относительно количества людей, которые выйдут его встречать. Может быть, он считал, что их будет на порядок больше. Но тюремный финал был ясен. Просто, находясь там, где он сейчас находится, Алексей Анатольевич выполняет свою главную задачу быть исключительным. А если бы он сидел политэмигрантом в Германии, он перечислялся бы через запятую с другими и померк и стух. Поэтому в этом смысле его возвращение было столь же логичным, сколь и неизбежным. Навальный крайне резко критикует коллег от оппозиции при собственных минимальных подозрениях в сотрудничестве с властью. Это была грандиозная махинация. Ну, я же тебя не перебивал. И ты была частью этой махинации. Ты участвовала в этом всем. Во всем именно потому, что меня не пустили на выборы для того, чтобы срывать наш бойкот. Навальный категорически отвергает любое лавирование, договоренности с различными элитарными группами, перетягивание на свою сторону сильных и информированных людей из лагеря оппонентов. То есть, собственно, все, что и составляет политику. Вот это искусство возможного. Навальный всегда выступает за прямое столкновение с властью. Но в прямом столкновении даже при многочисленных недовольных Путиным в России, а их там реально десятки миллионов, власть, конечно же, выходит победителем. А итогом каждой такой зарубы является длиннющий список зачинщиков, которые власти очень легко и удобно нейтрализовывать в зависимости от того, кто как себя проявил. И их нейтрализуют тюрьмой, задержаниями, увольнениями, угрозами и так далее. В результате, когда началась война в Украине, в России никто не вышел на улицу. Просто потому, что некому было организовывать протест. Все, кто мог бы это сделать, были уже зачищены властью. Навальный поссорился с Собчак, когда его не пустили в 2018 году на выборы, а ее пустили. Навальный сказал всем своим сторонникам, что Собчак, мурзилка, легитимизирует режим и тому подобное. И призвал бойкотировать выборы. Собчак набрала в итоге всего ничего голосов. Кстати, она получила, например, вот мой голос, если, конечно, его не переложили куда-нибудь училке в УИКе. А вот в Белоруссии, где оппозиция тоже много лет ругалась друг с другом, в подобной ситуации поступили по-другому. Там тоже сняли с выборов сильного кандидата. И оставили молодую девушку Тихановскую, вроде бы тоже, как и Собчак, для Путина, не представлявшую опасности для Лукашенко. Но оппозиция внезапно объединилась и начала активно работать на победу Тихановской. И ее победа реально была близка. Потому что Лукашенко настолько утомил белорусов четвертью века своего правления, что они проголосовали бы даже за Микки Мауса, лишь бы не за картофин фюрера. Режим задрожал и упал бы, если бы не помощь Путина и не его война с Украиной. В любом случае, это был гораздо более успешный кейс, чем российский. О чем даже появились вот такие мемы в Рунете. Понятно, что в сегодняшней ситуации, когда в России военная диктатура, участвовать в выборах оппозиции уже нет ни малейшего смысла. Хотя, например, политолог Аббас Галямов предлагает провести выборы прямо сейчас, вообще без участия властных симулякоров, вроде нашего избиркома во главе с экс-либералкой Памфиловой, ныне гордо носящей на лацкане символ путинской войны. Сетевые технологии позволяют провести выборы с потенциальным участием всех россиян, альтернативно и демократично, и открыто избрать вот такой парламент в изгнании, который мог бы готовить почву для быстрого старта демократических реформ после ухода Путина. По естественным или по каким-нибудь другим причинам. Что касается всевозможных оппозиционных парламентов, то они много раз создавались уже. Начиная с времен коалиции «Другая Россия» 2005-2006 годов и так далее, и так далее. Все эти истории заканчивались ничем по тем причинам, которые я описал. Что как только оппозиционеры формируют какую-то коллективную структуру, выясняется, что пока эта структура никому не нужна, все дружат. Неужели это навсегда вот такая вот петрушка? Эта структура добивается хотя бы малейшего успеха или чего-то похожего. Но успех немедленно начинается раздел имущества этой структуры между оппозиционерами. И нет большего врага российскому оппозиционеру, чем другой оппозиционер. Или чем сам этот оппозиционер, чем он сам. Потому что убить свою оппозиционную сущность можно, безусловно. И всегда очень хочется, опять же, бессознательно, ради главной любви. Все-таки умирать имеет смысл ради любви. А что есть объект и предмет, плохо скрываемый, страстный, неискоренимый любви российского оппозиционера? Путин, Владимир Владимирович. Без него жить невозможно. Потому что представить себе, что будет с российским оппозиционером, если и когда Путин уйдет от власти, вот это настоящая трагедия. Абсолютная. Российский оппозиционер ощутит такое одиночество, которое он не испытывал ни в каких жизненных ситуациях до толи. Поэтому я не верю в эти коллективные проекты. Но, впрочем, желаю им всяческого успеха. И если проект такого парламента окажется успешным, то я, безусловно, направлю поздравительную телеграмму, отметив не особо, что, так сказать, очень хорошо, что эта структура обошлась без таких олдскульных и устоявших чуваков, как я. Станислав, а если вдруг вас в такую структуру изберут избиратели? Будете принять участие в онлайн-заседаниях? Ну, понимаете, я в таких онлайн-заседаниях участвую перманентно. Вот мы с вами говорим, и я считаю, что я фактически участвую в некоем парламенте будущего. В этом формате, видимо, я и буду участвовать и дальше, потому что сам факт моего существования уже свидетельствует о принадлежности к некоему парламенту будущего. Но в борьбе за собственную адекватность, собственной неадекватностью, я давно пришел к выводу, что мне во власти быть не надо. Скажем, то, что меня там не будет, это другой вопрос. Но мне там и не надо быть, мне не надо туда стремиться. И поэтому, чем больше я понимаю, что мне не нужно стремиться во власть, никакую, ни нынешнюю, ни будущую, тем спокойнее я себя чувствую, в полном гармонии с собой. И вообще, я считаю, что у власти должны быть не все. А люди, которые риска нет, у власти любят, будь то Владимир Владимирович Путин или Алексей Анатольевич Навальный. А люди, которые любят что-то другое, должны о власти забыть, поскольку власть, как, опять же, настоящий объект и предмет любви, требует тотальности. Надо отдаться ей тотально и не обращать внимания ни на что. А в моем уже преклонном возрасте я предпочитаю обращать внимание на что-то другое. Тем более, в ситуации, когда я оказался, извините за этот пафос, без Родины, и я совершенно не уверен, что мне придется когда-нибудь физически на эту Родину вернуться. Тем не менее, если все же оппозиция сможет провести альтернативные парламентские выборы, это будет интересным кейсом, поскольку оппозиция станет не просто закрытым клубом, как сейчас, а получит мандат от значительного количества россиян. Лидеры оппозиции смогут именоваться лидерами не самопровозглашенно, как сейчас, а обладая конкретной поддержкой того или иного процента проголосовавших. Автор этой идеи сейчас с нами на связи в нашей студии. Абаз, добрый день. Привет. Слушай, мы сегодня обсуждаем такую вот животрепещущую тему. Почему оппозиция все время ругается сама с собой и никого не пускает в свой круг? Понимаешь, когда вот ты выигрываешь, ты позитивно настроен, да? Когда у тебя за плечами есть успех, ты чувствуешь, ты испытываешь позитивные эмоции, ты делишься ими с соратниками. В общем, оппозиции, а у оппозиции вот этого нет. Она ведь все последние десятилетия в основном делила не радость побед, а горечь поражения. Это негативные эмоции. Да? То есть вот, наверное, можно сказать так, что вот в оппозиционном дискурсе, в внутриоппозиционном дискурсе доминировал негатив, да? И было принято просто искать источник проблемы. Почему у нас ничего не получается, почему мы не можем выиграть, да? И в такой ситуации, ну, ты ищешь крайнего, ты пытаешься на кого-то возложить ответственность. Он, естественно, не согласен, перекладывает ее на тебя. То есть, проще говоря, когда вот все в минусах, да, когда сам проект, оппозиционный проект в минусах, ну, наверное, и вот так получается. Смотри, ну вот в Белоруссии, например, тоже пару лет назад была ситуация, когда оппозиция была разопщена, в общем-то, успехов больших тоже не было, поражений было дофига. Но почему-то они все-таки смогли договориться, сделать ставку на одного далеко не самого очевидного, не самого проходного кандидата и там поставили страну на уши. Почему наши к этому не пришли никогда? По-настоящему они ведь поставили на уши страну, значит, вот по-настоящему они договорились и объединились вот именно в тот момент, когда толпы людей вышли на улицы и появилась как раз история успеха. То есть, как раз тогда был энтузиазм, было воодушевление, они с гордостью озирали ряды, друг на друга смотрели с гордостью, да, испытывали положительные эмоции друг по отношению к другу. Вот доминировала вот эта радость, как знаешь, вот с гитарой возле костра, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, да. Вот, а до этого они точно так же ругались, как и наши. Скажи, почему эти милейшие люди так жестко относятся к попыткам людей, которые когда-то были связаны с властью, перебежать на их сторону? Ну, это, конечно, иррационально, это просто они, ну, то есть, они привыкли жить вот в ситуации осажденной крепости, да, и любой внешний в этой ситуации, он враг. То есть, это такая первичная реакция, это не очень рационально, потому что, конечно же, чем больше будет перебежчиков, тем лучше. В конце концов, побеждает та политическая сила, которая набирает сторонников, да. Ну, в конце концов, политика любая, да, и тем более в демократическом обществе демократическая политика, это всегда вопрос большинства. Вот как только ты, большинство сторонников на твоей стороне, ты победишь, да, в конце концов, даже если на противоположной стороне физическая сила, значит, в конце концов, большинство все равно побеждает. И поэтому, чем больше людей бежит от власти в лагерь оппозиции, тем это лучше. Но это, если ты контролируешь свои эмоции и рационально рассуждаешь, да, а оппозиция в значительной степени, вот я говорю, вот эта горечь неудачная, научила их на все реагировать остро, эмоционально, проще говоря, нервы расшатаны, не к черту, да, и по любому поводу они психуют. Да, и по крайней мере, я для себя решил, что надо радоваться, надо радоваться любому перебежчику, поэтому я приветствовал то, что сделала Овсянникова прям с первого же дня, я приветствовал то, что делаешь ты, ну, и любой человек из того лагеря. Слушай, я с большим энтузиазмом воспринял твою идею, когда ты сказал, что оппозиции российские надо делать не правительство в изгнании, да, что такое, ну, чем управлять, да, а вот парламент в изгнании, потому что действительно сейчас есть современные технологии сетевые, когда, ну, по сути, любой россиянин может принять участие вот в таких альтернативных выборах. Я себе дальше прям нафантазировал, как вот мы это все провели, ну, или там кто-то более достойный, чем я, все это провели, и действительно появился вот такой парламент, который, ну, в глазах Запада, в глазах международных партнеров, да и в глазах многих россиян тоже будет обладать значительной степенью легитимности, ну, и он будет говорить от конкретных каких-то людей, которые проголосовали за конкретных вот этих вот депутатов этого парламента. Вот. Ты вообще как-то будешь дальше эту идею продвигать? Ты будешь где-то, я не знаю, с кем-то обсуждать, чтобы эта идея как-то, ну, начала как-то реализовываться? Не знаю, может быть, на конгрессе, который в Вильнюсе в конце августа начнется? Ну, если меня пригласят выступить, я выступлю. Значит, ну, что значит продвигать? Я же, Слав, не политик, я политтехнолог. Мое дело придумывать идеи, а реализовывать их должны другие люди, политики, да. Ну, вот давай мы об этом поговорим сейчас, чтобы политики ее подхватили. Вот, давай еще раз их убедим, что это классная идея. Ну, да, я с удовольствием поговорю. Да, я с удовольствием поговорю. Она у меня родилась, знаешь, в первую очередь в привязке к необходимости создать альтернативный суд какой-то, знаешь. Я вижу, что сейчас реально необходимо, чтобы в публичном пространстве появился некий верховный либо конституционный суд, альтернативный тем судам, которые плотно лежат под Кремлем и, значит, обеспечивают юридическое прикрытие для всех кремлевских решений. Да, и я стал думать, ну, то есть этот суд должен, в принципе, выносить решение, как любой нормальный суд, рассматривать какие-то решения, принимаемые той стороной, властной стороной, да, и прямо их отменять. Но откуда этот суд, альтернативный суд, возьмется? Его должен сформировать кто-то, какой-то другой субъект. Ну, и я вот стал думать, откуда этого субъекта взять, ну, и получилось, что, наверное, это должен быть парламент. То есть оппозиция избирает парламент, а парламент дальше уже ищет среди членов юридического сообщества людей достойных, да, голосует за них, и появляется вот этот суд. То есть нужен некий субъект, который будет демонстрировать публике, общественному мнению, то, что те решения, которые принимаются кремлем и оформляются в виде правовых решений, по сути таковыми не являются. Они не являются правовыми решениями, да. Но когда я об этом, я физическое лицо об этом говорю, ну, кого это волнует? Я там скажу, ты скажешь, там, не знаю, Каспаров скажет. Это кого они представляют? Каждый из нас представляет лишь сам себя. Для того, чтобы появился субъект, который имел бы возможность говорить от имени некого социума, некой общественной группы, эта группа должна проголосовать. За суд напрямую не голосуют. Соответственно, надо проголосовать за парламент с тем, чтобы парламент уже избрал суд. Ну, потом я уже стал думать, что задача парламента ведь не только суд создать, да, но и, на самом деле, это политический орган, в котором выражены мнения, настроения, пожелания, там, миллионов людей. Да, в условиях нынешнего уровня протестных настроений за альтернативный парламент проголосуют действительно миллионы людей. И это будет уже не пустое место, то есть никто не сможет сказать, ребята, вы кто такие, да. Но мы вообще-то вот есть, так сказать, от народа, да, и наши выборы-то не сольсифицированы, в отличие от тех. Крутая идея, спасибо огромное. Еще раз, это был Аббас Галемов. Мне остается констатировать, что из ленинской инструкции размежеваться, чтобы объединиться, наши оппозиционеры почему-то запомнили только первую часть. Чрезвычайно агрессивны они и к перебежчикам из лагеря оппонентов. Это я так аккуратно подвелся к теме наезда либеральных кругов, собственно, на меня, который действительно некоторое время участвовал в провластных проектах. Либералы, пользуясь одним источником и совершенно не спросив никаких комментариев у героя публикаций, рассказали во всех своих дружественных СМИ, что ваш покорный слуга был при дворе российского царя, чем-то средним между Иди Амином и Макиавелли. Засорять эфир оправданиями не хочется. Если кому-то интересно, я дал ответы на все вопросы обычно респектабельному и корректному изданию republic.ru. Надеюсь, там обойдется без вранья типа Плющевского и же с ним. И оттуда, если хотите, все узнаете. В завершении хочу спросить размещателей черносливов на меня только об одном. Много ли они знают влиятельных людей в больших регионах России, добровольно ушедших со своих всех постов и подписавших антипутинскую и антивоенную декларацию Российского комитета действия? Я тут что-то не слышал ни об одном таком. Ну, тут можно вспомнить слова Белковского о том, что вам, наверное, не нужны никакие помощники. Вам нужно только, чтобы ваш вот этот уютный мирок ничего не сотрясало. Ну, или чтобы никто не мешал вам стать единым, безальтернативным лидером. Печально только, что в итоге вы, реально лучшие люди страны, помогаете Путину оставаться у власти вечно. Это были нецензурные новости. Не забудьте подписаться на наш YouTube-канал, на Telegram-канал, ну и, если хотите, на Инстаграмы ведущих. Все это на ваших экранах. Спасибо всем, кто присылал замечания и предложения после нашего прошлого выпуска. Наверное, вы видите, что мы стараемся учитывать весь конструктив и ждем ваших суждений и сегодня, и в каждом новом выпуске, и в будущем. Всем пока. Увидимся ровно через неделю. Всего доброго. Ну что, расходимся без драки или опять кто-то звонить будет? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Слушаю. Здравия, жиловая, товарищ. К гвардии товарищ майор Мурзагулов к развалу оппозиции изнутри приступил. Докладываю, текущий развал составляет 99%, так что через пару дней готов приступать к выполнению следующего боевого задания. Слушаюсь. Так точно, товарищ. Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Продолжение следует...